Сегодня чемпион Кубка Мира по паратриатлону Михаил Асташов три дня назад, устроившийся в Екатеринбурге курьером по доставке еды, записал и выложил в сеть видеоселфи, в котором объяснил и свое долгое молчание, и зачем он вообще взвалил на себя, на плечи тяжелый короб с чужим куском хлеба, попутно развенчав слухи о том, что он якобы хотел деньжат подзаработать для поездки на Паралимпийские игры в Токио. Просто не ожидал такой волны успеха и не знаю, как вести себя в этой ситуации, немножко даже как-то стесняюсь, поэтому пока временно никому не отвечал. Зачем я туда устроился? Я устроился туда, ну в первую очередь для самооценки, для какого-то нового опыта. Ну это все было не ради хайпа и заработка денег, просто мне хотелось попробовать себя в какой-то новой сфере. Как признается Михаил, в ходе своего видеомонолога длиною в 150 секунд, его друг биатлонист Антон Шипулин, в недалеком прошлом олимпийский чемпион, а сейчас депутат Госдумы, помог ему отыскать на Урале бизнесмена-мецената, который готов, если что, финансово помочь Михаилу. Так что, устроившись курьером, он за деньгой не гнался и ажиотажной популярности никак не ожидал. Такой ажиотаж, я был, конечно, не готов к такому, почему я стал за сутки таким популярным и даже не знаю, что мне делать с этой популярностью, я просто, ну реально был не готов. Мне важны в первую очередь, конечно, тренировки, я все-таки хочу попасть на арампийские игры, поэтому я этим и занимаюсь. В запоздалых, что уж греха таить в видеокомментах, пара-триатлонист так и не ответил на самый главный вопрос. Два дня будораживший у мэр-сиян, что это было? Он и в самом деле разносил быструю еду по улицам миллионного города или форменную одежку надел ради съемок социального ролика, как утверждал накануне в интервью газетчикам его тренер из Улан-Удэ. По словам Михаила, не ради популярности, но чтобы попробовать что-нибудь новенькое, он решился на эту подработку. В двух-трех компаниях ему из-за инвалидности дали отворот-поворот, а в этой курьерской службе после стандартной процедуры вручили короб с едой и сказали «велком». Но долго бродить по городу Михаилу не пришлось, как он сам признается, и намекнул в видеообращении из-за ажиотажного спроса к своей персоне. Теперь ему не до курьерской службы, и он возвращается к тренировкам. Тем более, что надежда попасть на паралимпийские игры в Токио по-прежнему греет его душу. К слову, об играх Михаил мечтал и прежде, но в 2016-м до Рио-де-Жанейро он так и не доехал. Если бы речь шла о другом человеке, можно было бы сказать, что это продуманный мужик, и в социальном ролике по желанию заказчика снялся, и под предлогом повышенного ажиотажа от тяжелого курьерского труда улизнул. Но Михаил имеет полное право и на хайп, и на персонального мецената, и на финансовую помощь от двух регионов и Паралимпийского комитета страны в придачу. Он с детства столько в своей жизни перенес, что и врагу не пожелаешь. Как признавался в одном из интервью Михаил, его родителей в роддоме заставили написать отказные бумаги от малыша, родившегося без рук и ног. До четырех лет Миша жил в доме малютки в Бурятии, после чего его отправили в Челябинский дом-интернат. В 16 лет он разыскал своих родителей. После детдома Михаил учился в профлицеи на оператора ЭВМ. Позже окончил вуз, как веб-дизайнер. В 23 он пришел в спорт. Начинал с плавания, постепенно добиваясь и осваивая новые дисциплины. Паратле добился почти всего, о чем мечтал. Он только не женат и пока не попал в состав российской сборной на Паралимпийские игры в Токио. Паралимпийские игры в Токио.